С первого дня специальной военной операции любрецкие предприятия поддерживают российских военнослужащих. Они не только отправляют на передовую гуманитарную помощь, но и производят продукцию, необходимую для выполнения боевых задач. Наш корреспондент подготовил сюжет о некоторых компаниях. Более 20 лет Международная корпорация «Септика» производит санитарно-гигиенические средства, косметику для ухода за лежачими больными, медицинские расходные материалы. Продукцию заказывают больницы, поликлиники и реабилитационные центры. Теперь её поставляют и как гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса. Наибольший спрос на спиртовую салфетку. Она у нас идёт практически на все случаи жизни. Её можно применять как для обработки рук, так и для обработки оптики, техники. Можно протереть стол, можно обработать рану в полевых условиях. С начала спецопераций на Украине многие люберецкие предприятия переформатировались и стали выпускать продукцию, необходимую в зоне СВО. Швейная фабрика в Томиле не освоила производство армейских тактических аптечек и рюкзаков. Как и любое изделие швейной промышленности, первая неделя для того, чтобы адаптироваться, для разобраться в тонкостях, нюансах и подогнать технологии, позволяющие с высоким качеством, при минимальных потерях, с высокой призывательностью выпускать, соответственно, в данный момент несколько тысяч в течение недели. В то время как одни предприятия ищут новые решения, другие наращивают объемы производства. Чтобы справиться с нагрузкой и высокой потребностью, компания «Гиркрафт», производящая бронежилеты и тактическое снаряжение, перешла на круглосуточный режим работы и увеличила штат сотрудников. Мы всячески пытаемся нарастить наши объемы производства и над этим большую часть времени работаем на как выдавать больше продукции. По такому же пути пошло предприятие КРМ, которое занимается производством швейной фурнитуры. Застежки молний сегодня крайне востребованы в легкой промышленности. Работать в режиме нон-стоп готовы все люберецкие предприятия, поддерживающие участников СВО. Луиза Игязерян, телеканал ЛРТ.